МОБИРЕЙТА И СИМБИРСКА К первому месту чуть-чуть не хватало где-то. Сейчас вот все к этому и пришло, что стали чемпионами. Такого уже, наверное, давно не было, что досрочно кто-то становился вот. Все, и сила показала, что мы сильнее остальных оказались. Три поражения в четырех предыдущих играх. С такими удручающими показателями подошел к матчу с Симбирском МОБИРЕЙТ. Теперь уже экс-чемпионы уступили не только прямому конкуренту в борьбе за медали Кристалу, но даже идущим в середине турнира на таблице «Контактору» и «Авангарду». Причина, как говорится, все настраивались на чемпионы, все играли хорошо. Тут и наши ошибки были, и команды хорошо играли. Но мы вот в последней игре сплотились. А сплотились для того, чтобы побороться за медали. Не исключено, что даже за серебряные. Для этого надо было побеждать Симбирск. Справедливости ради надо отметить, что новый чемпион дал поблажку, оставив за пределами заявки на матч всех своих лидеров. Марата Сафина, Алексея Цыганцова, Валерия Захарова и братьев Рахмановых, наблюдавших за игрой с трибуны. Но даже их отсутствие не помешало Симбирску выиграть первый тайм с преимуществом в один гол, который на счету Евгения Садюхина. В перерыве Мбирейт провел серьезную работу над ошибками. На второй тайм вышла совершенно другая команда. В ее составе нашелся настоящий вожак, играющий тренер Андрей Злударев, у которого для победы была более весомая мотивация, чем медали чемпионата Ульяновска. И вот уже Злударев-младший бьется в углу площадки. И когда казалось, что ситуация для него безнадежная, выгрызает мяч у Станислава Лапшина и пасует на старшего брата. Виктор Злударев не промахнулся. Один-один. Тут же на поле накаляются страсти. Эмоции выплескивают все, а желтую карточку получает только Евгений Садюхин. Без братьев, без Сафина. Хотелось доказать самим себе, что мы что-то стоим. Маленько не получилось, конечно, без них. Понятно, с ними бы сильнее было, но чертся. Доказать это Симбирску не удалось. Вскоре Монберейт забил еще раз. И снова в голевой атаке поучаствовал Андрей Злударев. Это он вывел на пустые ворота Михаила Каширина. Так случился победный гол. Поговорили в перерыве, что нам нужны эти три очка. Надо что-то делать с этим. И добавили просто чуть-чуть. Ну, у них тоже скамейка чуть ослаблена, поэтому, может, где-то вот они не успели в этих моментах. В оставшуюся половину тайма главными ньюсмейкерами стали игроки Симбирска. Правда, все со знаком минус. Александр Попов не попал в ворота из ситуации, когда казалось легче забить, чем промазать. А Станислав Лапшин и Олег Клачинов и вовсе не доиграли до финальной сирены, поскольку получили красные карточки. Монберейт выиграл, взял реванш за поражение в первом круге и продолжает борьбу за медали. Продолжает борьбу за медали и кристалл с Платоном. Кристаллически одержали такую же трудную победу над Штальбургом со счетом 2-1. Причем первыми счет открыли именно динамовцы. А вот Платон неожиданно легко разобрался с погодой, отправив в ворота желто-синих 5 безответных мячей. Хет-трик на счету Ромала Набиева. Юниор еще более крупно победил промресурс 8-0. И здесь нашлось место хет-трику, который на счету Руслана Гололеева. Дубли Константина Ковришкина не хватило авангарду, чтобы победить контактор, выливая победу Пятого океана со счетом 3-2. По итогам предпоследнего тура лишь две команды поменялись местами в турнирной таблице. Юниор опередил Динамо и теперь стал фаворитом в борьбе за выживание. По-прежнему три клуба претендуют на два оставшихся места на пьедестале. В следующую субботу, 24 февраля, кто-то будет третьим лишним. Либо Кристалл, либо Платон, либо Мбирейт. Друг с другом команды не встретятся. Лидер бомбардирской гонки Игорь Ахмедшин в этом туре мог пополнить свой счет, однако не реализовал пенальти ворота погоды. Однако на его индивидуальный титул теперь уже вряд ли кто-то покусится, поскольку за тур до окончания чемпионата вряд ли кто-то сможет забить больше, чем форвард ПСК. Заключительный 18-й тур состоится в следующую субботу, 24 февраля. Победа в нем гарантирована разве что Мбирейту, который играет с промресурсом. Однако это не гарантирует экс-чемпиону медали. Если Кристалл и Платон свои матчи выиграют, именно они будут на пьедестале. Также заочно разыграют путевку в высшую лигу Юниор и Штальбург. Шансов у Юниора чуть больше. Пока именно он вне зоны вылета. Субтитры создавал DimaTorzok